Доброе утро, дорогие друзья! Недельная глава Мишпатим. Очень много интересного. Давайте о врачах и здоровье. Написано в нашей недельной главе, если кто-то был побитый, провинившийся, должен выплатить пострадавшему за нанесенные увечья, за потерю трудоспособности и полностью вылечить за свой счет. Этим предложением в Торе написали мудрецы. Бог предоставил врачам разрешение и силу, да и возможности сами, лечить людей. Врач, занимающийся лечением больных, выполняет волю Бога и становится как бы его посланником в этой миссии. И все. Сам врач, он просто посланник. Смешно утверждать, что имеется противоречие между верой в Бога и лечением. Потому что человек же не думает, например, я верю в Бога и не кушаю. Если мы верим, что Всевышний дает нам жизнь, для чего нам кушать. Такой порядок в мире установлен. Врач лечит пищу, насыщает и так далее. Написали мудрецы, что болезнь – это весть от Бога, предупреждение человеку, чтобы он раскаялся. Самыми первыми признаками болезни человек должен немедленно раскаяться, чтобы предотвратить прогрессирование недуга. Если же он этого не сделает, то по праву заслужит именоваться глупцом. Написал Родака. Иногда есть проблема – врачи заставляют человека отчаяться, утверждая, что у него нет надежды. Но написано, что Бог смеется над ними. Он может открыть даже любой новый способ лечения, какой угодно. Врач не имеет права ставить, так сказать, какой-то приговор приносить. Знаете, пришел один прихожанин к Равину, плачет, просит помолиться за больного сына, объясняет, что врачи отказались от него и говорят, что у него нет шансов. Услышав такие слова, Равин говорит, свое разрешение лечить врачи получили в Торе. И лечат. Поэтому в случае необходимости мы выполняем их предписание. Пока врач ограничивает себя и на свое назначение только лечением, он выполняет свою миссию. Однако, когда врач ставит себя на место Бога и начинает решать, кто будет жить, а кто нет, он выходит за рамки дозволенного и не имеет на это никаких прав вообще. Был известный доктор, рабы Хаим Давид из Петрикова. Он был придворным врачом короля Пруссии. И он переехал под влиянием провиция из Люблина, стал его хасидом. И он говорил, врач должен вести себя согласно сказанному в ежедневной молитве. Написано, что приносит исцеление, внушает трепет, славящие его и совершает чудеса. Первое, это приносит исцеление. Надо выслужить больного, выписать лекарства. Второе, если первый этап не помог, необходимо читать псалмы Дегелим, где говорится о чем, о прославлении Бога. Третье, если и то не помогает, тогда надо верить, совершающие чудеса принесет успех. Все, все от Бога. Написал, знаете, как Кептаун, был раввин, господи, хирург, может быть, кто помнит, был такой Кристиан Бернард, который сделал первую в мире пересадку сердца. Его пригласили к президенту США Джонсону, он говорил, скажите, доводилось ли вам наверняка спасти чью-то жизнь? Тот говорит, да, 20 лет назад я служил в маленьком городе, километров 100 от Кептауна. Меня вызвали на ферму, и женщина сказала, что, ну, действительно, мужчина плохо, температура уже совсем за 40, состояние не улучшается, двухстороннее воспаление легких. Тогда фермерша говорит, давайте попробуем деревенский способ. Я говорю, как? Ну, это вот, берут козу, разрезают пополам, шкуру снимают и обматывают больного. Я говорю, смотри, дайте мне еще час, если что-то не получится, тогда режьте козу. Но, Бог был на моей стороне, и через час, говорит, все, упала температура. И, когда я вышел во двор, утром увидел козу, я сказал, коза, вот это единственный случай, когда я точно знал, что я спас кого-то. Остальные, это работа Бога. Болезни и успешное лечение, написали мудрецы, зависит от психического, духовного состояния человека. В Национальном институте США исследовали 5209 человек в возрасте от 30 до 70 лет. И обнаружили, что больные, не верящие в благополучный исход лечения, умирают в 4 раза чаще, чем те, кто имеют тот же диагноз, но верят в свое выздоровление. При этом больным давали одинаковые лекарства. Бог дал доктору большую власть, но лишил его права выносить приговор. Лишил права отнимать у больного надежду или сказать, что Бог целитель. Даже если у России нет надежды на благополучный исход, ему неизвестно пути Бога. Может вступить высшие силы. Один человек прошел поблагодарить, попросить благословения у каббалиста Мардыхая Шараби. Ему пристала операция по удалению опухоли в легких. Он попросил благословения, чтобы она прошла успешно. Раф посмотрел и говорит, пятно на снимке будет тромбом. Если дашь 12 тысяч на благотворительность, тромб выйдет сам собой. Этот человек тот же дел отдал требованную сумму, пошел в больницу для операции, сделали снимок, говорят, что чистые легкие. Он пошел к Раву, Рав, такое чудо. Он говорит, свыше было постановлено, чтобы ты отдал 12 тысяч на врачей, лекарства и так далее. А поскольку ты уже потратил эту сумму на благотворительность, постановление не отменено. Еще говорят очень важную вещь, мудрецы. Окружающий мир это отражение нас самих. Будь спокоен, излучай позитив и Вселенная ответит тебе взаимностью. Брахавы от слоха. Коротко так, в двух словах. Субтитры создавал DimaTorzok